Здравствуйте, уважаемые студенты! Я – ассистент кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии Самибаева Умеда Хуршедовна. Тема лекций – ВИЧ-инфекция. План сегодняшней лекции. Актуальность ВИЧ. Определение ВИЧ-спида. Историческая справка. Эпидемиологическая ситуация в Узбекистане. Этиология, эпидемиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение и профилактика ВИЧ-инфекции. Актуальность. По глобальной статистике, данным ООН, общее количество ВИЧ-инфицированных за 2019 год составляет 37,9 млн. человек. За 2018 год во всем мире от СПИДа умерло 1 млн. человек. Для того, чтобы лучше представить масштаб потерь, стоит вспомнить, что в концлагерях Третьего Рейха в 40-е и 45-е годы было уничтожено 2 млн. человек. Проблема очень актуальна, так как Узбекистан присоединился к борьбе с ВИЧ-инфекцией с 1987 года, когда был зафиксирован первый случай заболеваемости. Что такое ВИЧ и что такое СПИД? ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека, который, попадая в организм, постепенно разрушает его иммунную систему. А СПИД – это синдром приобретенного иммунодефицита. ВИЧ-инфекция – это последняя стадия ВИЧ-инфекции, при которой иммунитет человека настолько ослаблен, что он становится очень восприимчивым к опухолям и инфекциям, которые в итоге приводят к его гибели. История. ВИЧ-инфекция был впервые установлен в 1981 году в связи с ассоциацией необычной пневмонии и саркомой Капыши, обнаруженной среди молодых ранне здоровых гомосексуалистов из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Сан-Франциско. В 1983 году и 1984 году французские ученые Люк Монтанье и американские ученые Роберт Калло выявляют культуру вируса. В 1985 году был разработан высокочувствительный метод диагностики с помощью иммуноферментного анализа, который позволил оценить распространенность этой инфекции. В 1987 году был впервые выявлен случай ВИЧ-инфекции на территории бывшего Союза. В 1989 году в больницах на юге России, Элиста, Волгоград, Ростов-на-Дону по вине медперсонала более 200 детей были заражены ВИЧ-инфекцией. В 1990 году в Узбекистане создается сеть СПИД-центров для профилактики и лечения ВИЧ-СПИДа. Эпидемиологическая обстановка в Узбекистане. В Республике Узбекистан 30 апреля 2018 года внедрен клинический протокол по ВИЧ-инфекции номером 277 о целях по совершенствованию нормативных документов по профилактике, диагностике, лечению, уходу и поддержке больных с ВИЧ. В протоколе утверждается 14 приложений. Как проводится стандартный алгоритм диагностики ВИЧ-инфекции в Узбекистане? В Узбекистане используется алгоритм, предложенный ВОЗ – иммуноферментный анализ. Если анализ дает положительный результат, то человек проверяется повторно. Осуществляется тестирование тремя путями – анонимное, обязательное и принудительное. Анонимное – не называя своего имени и места работы. Обязательное – это все новобрачные, беременные, медперсонал, партнеры ВИЧ-инфицированных и дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей. Принудительное – проводится без его согласия по постановлению следователя, прокурора и по определению суда. Этиология ВИЧ-инфекции ВИЧ относится к семейству ретровирусов под семейству лентивирусов. Ретровирусы обладают уникальной способностью синтезировать на матрице одноцепочечной РНК двухцепочечную ДНК с последующим ее внедрением в геном клетки. Катализатором реакции выступает обратная транскриптаза. Диаметр ВИЧ-инфекции составляет 100 нанометров. Снаружи вирус окружен 72 гликопротеиновыми комплексами. Комплексы состоят из молекул GP120 и GP41. Внутри к оболочке прилежит матриксный белок P17. Сердцевину вируса составляет капсидный белок P24. Состоит из РНК и трех ферментов. Обратная транскриптаза, интеграза и протеаза. Устойчивость вируса в окружающей среде. В крови, предназначенной для переливания, вирус сохраняется годами. А в замороженной сыворотке его активность сохраняется до 10 лет. ВИЧ быстро гибнет при использовании ДЭС-средств, ультрафиолетового излучения и при нагревании выше 56 градусов вирус теряет свою активность через 30 минут. Эпидемиология. Заражение ВИЧ происходит тремя основными путями. Половой, парентеральной и вертикальной. Какие клетки поражают ВИЧ? Коварство вируса заключается в том, что для своего размножения он использует клетки иммунной системы человека. Т-помощники, то есть Т-хелперы или СИДИ-4 клетки. То есть именно те клетки, которые и должны бороться с вирусами. Клетки-мишени в организме. Это основные СИДИ-4 содержащие клетки. Т-хелперные лимфоциты, макрофаги и нейроглии. Биологические жидкие среды. Заражение ВИЧ может произойти только через 4 жидкие среды организма. Это кровь, сперма, вагинальное выделение и материнское молоко. В крови в 1 мл имеется до 3000 вирусных частиц. В сперме 10-20 вирусных частиц. В вагинальном секрете 10-20 вирусных частиц. В грудном молоке 10 вирусных частиц. После попадания вируса в кровь происходит связывание вируса с СИДИ-4 рецепторами лимфоцита. Обратная транскрипция и образование ДНК провируса при помощи фермента обратной транскриптазы. Интеграция ДНК провируса в геном клетки хозяина при помощи фермента интегразы. Репликация вируса с образованием РНК праймеров и образование новых вирусных частиц при помощи фермента протеазы. Выход новых вирусных частиц из ядра в цитоплазму и отпочковывание вирусных частиц и выход в тканевую жидкость с поражением новых лимфоцитов. Клиника Первая клиническая стадия Острая ВИЧ-инфекция Бессимптомное течение Острая лихорадочная фаза И персистирующая генерализованная лимфоденопатия Сыпь на теле после 6 недель заражения Генерализованная персистирующая лимфоденопатия Вторая клиническая стадия Встречаются такие заболевания, как ангулярный хиелит, опоясывающий герпес, грибковые поражения ногтей, потеря веса на 5-10% за последние 6 месяцев, популезная сыпь, рецидивирующие поражения слизистых оболочек полости рта, рецидивирующие поражения верхних дыхательных путей в виде синуситов, атитов, бронхитов, фарингитов, трохитов. А также сиборейный дерматит На картинке мы видим больного с ангулярным хиелитом Рецидивирующий герпес Грибковые поражения ногтей Язвенно-некротический генгивит Сиборейный дерматит Третья клиническая стадия Часто встречающие заболевания Это острый язвенно-некротический стоматит, генгивит и парадонтит Рецидивирующий оральный кандидоз Беспричинная диарея более 1 месяца в виде поноса Лейкоплакия языка Постоянная температура более 1 месяца Туберкулез легких Тяжелые бактериальные инфекции в виде пневмонии Гнойных менингитов, миозитов, эмпиемоплевры Инфекции костей и суставов А также потеря массы тела более 10% На картинке мы видим рецидивирующий оральный кандидоз Туберкулез легких Четвертая клиническая стадия Туберкулез легких Внелегочной туберкулез Синдром кахексии Пневмоцистная пневмония Рецидивирующая бактериальная пневмония Криптоспоридиоз Внелегочной криптококос Рецидивирующий генерализованный герпес Энцефалопатия Кардиомиопатия, вызванная ВИЧ Нефропатия, вызванная ВИЧ Развивающая мультифокальная лейкоэнцефалопатия Саркома капоши и другие онкологические заболевания А также таксоплазмоз На картинке мы видим кандидозный эзофагит ВИЧ-кохексия Саркома капоши Пневмоцистная пневмония Лабораторная диагностика Проводится серологический метод Иммуноферментный анализ Если анализ положительный, проводят повторную проверку этим же методом Иммуноблотинг Является решающим методом диагностики Полимеразная цепная реакция Это молекулярно-генетический метод исследования Является экспресс-методом А также проводят иммунологические методы То есть определение количества CD4 лимфоцитов В норме их количества До 1500 в 1 мкл крови Лечение Радикальных методов излечения на сегодняшний день нет Но имеются принципы терапии Это охранительно-психологический режим Своевременная противовирусная терапия Диагностика, лечение и профилактика вторичных заболеваний Лечение проводят нуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы Ненуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы И ингибиторами протеазы Стандартная схема лечения То есть выдается 2 НИОТ плюс 1 ИП 2 НИОТ плюс 1 НИОТ Или 3 НИОТа сразу Профилактика Ведутся интенсивные поиски эффективной вакцины Обучение населения правильному половому поведению Обучение населения по данной инфекции в махалях, школах, лицеях и колледжах Обследование доноров крови Обследование наркоманов, контактных лиц, гомосексуалистов Обработка инструментов, применение одноразового инструментария, перчаток и очков Результаты и приоритеты на будущее Стигматизация В мире уже давно изобретен рецепт того, как эффективно повернуть вспять эпидемию ВИЧ Для этого необходимо обеспечить несколько условий, а именно 1. Раннее выявление ВИЧ-инфицированных 2. Раннее начало лечения всех ВИЧ-инфицированных 3. Снижение уязвимости особых групп населения Наукой доказано, что человек, принимающий лечение против ВИЧ, хотя не избавляется от вируса полностью, но количество вирусной нагрузки в биологических жидкостях снижается При приеме лекарств пожизненно люди, живущие с ВИЧ, могут прожить столько же, что и люди без ВИЧ Но в Узбекистане по причине стигмы и ограниченной информированности люди не спешат проходить диагностику и начинать АРВТ Программа противодействия Согласно Гоффману, стигматизация означает вид отношения между постыдным обществом, задающей неспособность к полноценной общественной жизни из-за лишения права на общественное признание В Узбекистане в первую очередь требуется усилить борьбу со стигмой в отношении людей, живущих с ВИЧ, акцентрируя внимание на развитие свойственному нашему народу, толерантного отношения к людям, затронутым эпидемией Стигматизация Здесь больному важно понимать, что ВИЧ-инфекция вовсе не является приговором Не всегда сам человек виновен в том, что заболел Причинами могут быть халатность медиков, парикмахеров и других служб быта ВИЧ-инфекция была отнесена к категориям особо опасных заболеваний Сейчас она относится к третьей-четвертой категории опасных заболеваний Мировой опыт говорит, что люди могут прожить больше 35 лет, будучи ВИЧ-инфицированными Спасибо за внимание! Всех благ!